Говорит Черкесск В суде с новостным блоком Рита Нерова, здравствуйте, вот некоторые темы. Около 3 миллионов квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию на территории Карачао-Черкесии до 2030 года. В Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья откроется стационарное отделение. Часы обратного отсчета времени до Дня Победы запустили в Черкесске. И в Республике впервые прошел конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют-2023». А теперь подробности. Реализация мероприятий, предусмотренных в рамках года развития промышленности в Карачао-Черкесии, стала одной из основных тем совещания в министерстве, которое прошло с участием главы Республики Рашида Тимрезова и заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова. Стороны обсудили перспективы создания на территории Карачао-Черкесии промышленного парка. Руководитель региона выделил основные направления индустриального парка. Это производство текстильных изделий, в том числе шестяных тканей и утеплителей нового поколения из полиэфирного волокна, а также стройматериалов. Еще одна важная тема – встречи и расширение участия Карачао-Черкесии в госпрограмме развития Северокавказского федерального округа. Рассмотрели и вопрос включения ряда важных проектов в госпрограмму, в первую очередь по водоснабжению и теплоснабжению населенных пунктов региона. Кроме того, обсудили вопрос реализации инвестиционных проектов на территории Республики. Отмечено, что в Карачао-Черкесии растут объемы внебюджетных инвестиций, что становится возможным благодаря планомерной работе по повышению инвестиционной привлекательности региона, в том числе за счет ряда действенных мер поддержки для инвесторов. Стороны также подвели итоги пикового новогоднего сезона на горнолыжных курортах Карачао-Черкесии. За праздники с 31 декабря по 8 января Дамба и Архиз посетило свыше 170 тысяч туристов, а общий турпоток в Республику за минувший год уже приблизился к 2 миллионам. В Доме правительства Республики составилось заседание Совета по технической защите информации при главе Карачао-Черкесии под председательством исполняющего обязанности первого заместителя руководителя администрации главы и правительства региона Марата Хубиева. В работе Совета приняли участие заместитель руководителя управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России по Южному и Северокавказскому федеральным округам Юрий Минников, начальник территориального отдела по Карачао-Черкесии управления Роскомнадзора по СКФО Игорь Хамюк, представитель федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и местного самоуправления Республики. Участники мероприятия обсудили вопросы в сфере защиты информационных ресурсов органов государственной власти и объектов критической информационной инфраструктуры, проблемы организации технической защиты персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных органов исполнительной власти и муниципальных образований органов местного самоуправления Республики. В Малом зале Дома правительства Карачао-Черкесии обсудили вопрос создания программы транспортной доступности между населенными пунктами. Соответствующее поручение, как мы уже сообщали, правительству региона дал глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов в рамках прямой линии с жителями Республики. Для удобства граждан региона информация по регулярным маршрутам уже размещена на официальных сайтах и на страницах в социальных сетях администрации районов. Принято решение расширить список сайтов на информационных поисковых площадках, на которых актуализируют расписание по регулярным маршрутам автобусов. Информацию комментирует заместитель министра промышленности Карачао-Черкесии Аслан Гедуков. У нас срок до конца марта месяца. Поэтому и по регулярным муниципальным маршрутам, и по остановочным пунктам нам нужно в течение первого квартала отработать и доложить главе о проведенной работе. Данных сроков, по-моему, вполне достаточно и для проведения конкурсных процедур при необходимости. Либо, может, какие-то корректировки в существующей графике мы можем внести. По итогам прошлого года, все организации здравоохранения Карачао-Черкесии обеспечены медицинскими информационными системами. По данным оригинального Минздрава, в прошлом году 10% медицинских организаций переведено на электронный документ оборот. В МИС объединены системы принятия врачебных решений, электронные медицинские карты пациентов, данные медицинских исследований в цифровой форме, мониторинга состояния пациентов с медицинских приборов, а также средства общения между сотрудниками, финансовой и административной информацией. Всего в состав центральных районных больниц и поликлиник Республики входит 19 участковых больниц, 27 врачебных амбулаторий, около 80 фельдшерско-акушерских пунктов и 6 фельдшерских пунктов. В прошлом году Республика приобрела 8 единиц оборудования для борьбы с онкологическими заболеваниями. На эти цели направлено более 120 миллионов рублей. Кроме того, получено более 50 единиц медицинского оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. А в Ауле Абазахабль, адыгихабльского муниципального образования введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт. Около 3 миллионов квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию на территории Карачао-Чиеси до 2030 года. В частности, в рамках реализации национальных проектов и государственных программ запланировано с 2022 по 2030 годы ввести в эксплуатацию 2 миллиона 680 тысяч квадратных метров жилой площади и достигнуть по показателю средняя обеспеченность населения республики общей площадью жилых помещений значение 30 квадратных метров на человека. В период с 2011 по 2021 годы общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя региона, увеличилась почти с 19,5 до 22 квадратных метров. За этот период введено в эксплуатацию более 1 миллиона 700 тысяч квадратных метров жилья. В ближайшие пару лет в Черкесске должны быть благоустроены около полусотни дворовых территорий. Это примерно треть от общего списка поданных заявок на капремонт и создание комфортных условий для отдыха. В настоящее время представители мэрии занимаются процессом согласования дизайн-проектов, сообщил исполняющий обязанности начальника отдела жилищного контроля управления ЖКХ мэрии Черкеска Магомед Джанибеков. С 20 июня по 20 июля мэрии города Черкеска был объявлен сбор заявок для отбора дворовых территорий, которые подлежали в благоустройстве 2023-2024 года. Всего было подано 162 заявки, из них комиссия была отобрана 50 заявок. В благоустройстве вообще проходит по минимальному перечню. В минимальный перечень входит ремонт проезжих частей, обустройство пешеходной зоны, установка скамеек, урн, освещение детской площадки. Более 2000 услуг оказано оригинальным центром «Мой бизнес» в прошлом году. Он предоставляет всестороннюю помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и физическим лицам, ведущим или желающим начать предпринимательскую деятельность. Так, за 2022 год центром «Мой бизнес» оказана финансовая поддержка путем предоставления льготных займов и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, консультационные услуги, а также содействия в продвижении продукции субъектов бизнеса, в размещении на электронных торговых площадках и т.д. В Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья откроется стационарное отделение, где за год реабилитационными услугами планируется охватить около 400 детей с сопровождающими с учетом продолжительности реабилитационного периода 14 дней. Всего реабилитации в год будет охвачено около 700 детей, в том числе проходящих реабилитацию в дневном стационаре. Кроме того, при центре начал работу домашний микрореабилитационный центр, в рамках которого организовано сопровождение и реабилитация на дому детей-инвалидов. Данный проект получил грантовую поддержку на федеральном уровне, за счет чего приобретено оборудование на 4,5 млн. рублей. Это программно-аппаратные комплексы, ходунки, тренажеры, ортопедические велосипеды, средства альтернативной и дополнительной коммуникации, электронные устройства, развивающие оборудование, приспособления для лечебной физкультуры и многое другое. Данной услугой уже воспользовались 288 человек. Часы обратного отсчета времени до Дня Победы запустили в Черкесске. Торжественная церемония запуска состоялась на улице Первомайской. Акция направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. В результате ДТП на выезде из Черкеска погибла водитель автомашины «Лада Приора». На федеральной автодороге Черкесск-Домбай, это в районе профилактория «Солнечный», водитель «Лады Приора», 31-летняя жительница Узжигуты, не справилась с управлением и допустила наезд на придорожный столб линии электропередач. Водитель автомашины скончалась на месте происшествия, а пассажирка 1974 года рождения с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в реанимационное отделение. По предварительной информации, причиной автоаварии стала потеря управления транспортным средством на высокой скорости. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева прошла встреча с членами региональной общественной организации «Офицеры России» имени Героя России генерал-майора Канамата Баташева. Прозвучали гимны Российской Федерации и Карачаева-Черкесии. Участники почтили память Канамата Баташева «Минуты и молчания». Эмоциональные и конструктивные были выступления гостей, которые говорили о необходимости активизации деятельности офицеров России по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Участники отметили актуальность и необходимость этого сейчас, когда реалии современности, события, происходящие в стране и мире, доказывают, как важна роль патриотического воспитания в духовном развитии личности. В ходе мероприятия также был продемонстрирован документальный фильм о Канамате Баташеве, рассказывающий о жизни героя, профессиональной деятельности, воспоминания о нем коллег, однокурсников, родных и близких. В Карачаеве-Черкесии впервые прошел конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют-2023», проводимый в целях создания условий для развития творческого потенциала и самореализации, формирования гражданской позиции и активного профессионального отношения к совершенствованию системы образования среди молодых педагогических работников республики. В мероприятии принимали участие работники образовательных организаций всех видов и типов, стажа работы которых в разных номинациях не превышал 3 и 7 лет. Всего в оригинальном этапе конкурса принимали участие 27 победителей муниципального уровня. В результате победителем стала Альбина Гуминская, которая представит Карачаево-Черкесию на заключительном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют» в Москве. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. Утром на дорогах республики местами гололедится. В горах местами плюс 2-7 и выше 2,5 тысяч метров сохраняется лавиноопасность. В республиканской столице без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 11. Таковы некоторые события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова.